Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 в Гдани. В Гдани есть такой такой, старый перон, где те поциоги на Мерзею Хеллской отъезжают, и в Гдани есть обязательная преседка на линии не заэлектрикованной, потому что та линя тут еще не доробила тракции электричной. Ну и так, мы сейчас прийдем до будинка стационного, посмотрим, как он выглядит. А еще важно сказать, что та стация концовая Хелл, в 1922 году, то есть это маленькая стация, на которой креслое материалы, все остальные были из 19 века, здесь мы только лет 20, 20 века, о истории, почему тогда, немного позже, как мы идем до главного материала, мы сейчас посмотрим, что этот стационный стационный, что-то характерное для заофрирования, и потом пройдем через Ханку Мейску, потому что я в саме Хелл не буду Хелл служит только для того, чтобы через него претрансферовать до реону умоценного Хелл, потому что это так на правдэ тематом сегодняшнего материала, сегодняшней вычечки, поэтому, если вы сподзевали, что здесь увидите, что я в Мейске Хелл, и буду жать свежие, свежие рыбы с полоского моря в смажальниах, потом я буду опалывать, и что могу еще на Хеллу делать. И пойду посмотреть, что, если у меня фоки до Фокариума, то не этот тип каналу, мы через все аттракции турыстные, такие zwyкые, со мной идем и удаемся в тканку в тканку лешную. Видачный за мной будинок стационный Хелл, на взглянике выглядит больше, чем в речисти. Он, как видите, он, как видите, из-за его строительства из-за его строительства Мур прусский. Мур прусский, то есть конструкция шкелетовая, которая между дребнами и белками была устроена цеглой. И тут, чтобы было тоже очень хорошо оттенковано. Очень характерный для поморских климатов, особенно в частности, которые были в большей части истории залуднены через ее людность немецкая. О, это элегантно. Видачный, а потом еще раз покажем. Мы здесь, мы сядем, мы идем быстро через целое миасто, не распространяем себя, и мы идем на шлак, на шлак вокруг хеллских фортификаций, вокруг умосновения Хеллу. И это будет мой помысл на сегодняшний вычетку. Поэтому миасто только прелотом. Мы удавимы здесь по этой петли. Сам шлак тоже интересно, что идет о конструкции шлаку, но это тоже о том немного позже. Слак будет выработать, чтобы материал из-за этого не было с 1,5 часа, но я прошел 20 метров и сейчас начинают вещи, которые самые хорошие на шлаках. Это вещи, которые еще не запланировали, которые нас заскакают. В этом случае я на Галерию Резьбы Кашубской. Я не могу этого не показать, но посмотрите, какая это фантазийная. Такие шлимаки. Есть и таблица повиталная, что-то фасцинующее. Ревелационно это выглядит. Паре пробиток сделаю, но тоже здесь покажу. Редактор субтитров субтитров О, какие тут есть что-то интересное. Забачьте на этого птака. Забачьте на этого птака. Этот птак сидит на этой бежке. Какая хорошая бежка. Ну, очень хорошая резьба птака. Одна из лучших резьбов, которые виделись. Ну, здесь есть какие-то пиоры. Ну, это хорошо. Реон умолченый хел. Я вспоминал, что фоке на фильме не будет, потому что не такой канал, но фоке на хелу в хелу все было и тоже мне хотелось заниматься фетушистой субтитровом. Теперь буду всем смотреть, чтобы сам не применять. Субтитры сделал DimaTorzok Piękne morze, zasadniczo to jest część Zatoki Gdańskiej, z tyłu mamy Gdańsk i Gdynię, tutaj przyzoomuję, bo akurat dzisiaj zdecydowałem się na kamerę, więc tak z tej strony wygląda Trójmiasto. Korzystając z okazji, a propos morza, polecam książkę, ona jest prawdziwą dla dzieci, ale szczerze mówiąc ja ostatnio ją sobie przeczytałem i to fajna segmentalna podróż, pani Jadwiga Korczakowska, książka o tytule Spotkanie nad morzem. Bardzo fajna klimatyczna, jeżeli idzie o te regiony tutaj właśnie Płucka, Władysławowa i Helu. Morze, wielkie mysłyje, woda i piach, a kłaniaj się morskim bałwanom. Przed nami znajduje się falochron portu w Helu. Przejdziemy przez ten port, przez centrum miasta i tam od strony latarni już, jak się miasto będzie kończyło, wejdziemy na szlak umocnień fortyfikacji helskich. Więc jeszcze szybciutko, tylko przez skankę miejską się przedrzeć i zaczyna się robić taktycznie. My mamy gie, my mamy, oni mają przezywa trusztę. Muzyka 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 Na ratuszu miejskim wybiła nam się 12 wybija. Muzyka Muzyka My tu znajdujemy plan Helu. Muzyka Znajdujemy się tutaj. My będziemy się udawali tędy. Muzyka 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Идемное, что здесь не будет. Это очень пустойный, что это такое опушченное. Здесь не пойдемте дальше. И мы шли где-то. Забашим где-то. Добро пожаловать с повротом до людей. Добро пожаловать в Казахстан. В поводку мы приближаемся. Это укладка на начале ПОЛСКИ. И уже почти, почти. Это последняя вещь построена в Польше в этом направлении. Далее уже ничего нет. Далее тоже. Мы на конце всего. Нигде уже не дали идти. То есть, то будет либо начальник, либо конец. Как я установил, я бы на это говорил, как начальник. И, конечно, ничего не будет слышать, потому что оно будет видно. Пробую еще здесь, потому что капиталь не видно. Там... Там мы ПОЛСКЕ. Там... Там мы Роси. Далее будем еще Финляндии. И так на правде, мы уже здесь с трех сторон оточены водой. Мы на абсолютном конец. Мы на абсолютном конец. Мы на абсолютном конец. Место абстракционное, потому что мы плажем, которая завида 180 градусов. Далее идет стамп, от стороны Хэлу. То есть от стороны затоки. Завида, завида, завида się полокрэнгем. И завида с повротом. Завида с повротом завида с повротом. И там уже тогда мы смотрим на сторону от полного моря. Вида. Вида. Мы на этом месте. Еще нужно сюда пинезку стрелить. И посмотрите на эту пинезку. Как видите, мы на абсолютном конец. В конце, в конце. Нигде стадо не можно дальше двигаться. Или все можно начать. Только нужно идти в едином поправном, едином возможном направлении. Я знаю, что это не гуры. Не есть здесь каких-то других вещей. Но само пребывание мне тут действительно чувствуется, что это еще в месту выделенном и едином. Я счастлива, что для климата «Пред приjazдом» Пречидаю эту книжку «Поткание над морем» Ядвиги Корчаковой. Потому что, как книжка возбудовала во мне настой, так, когда я сейчас здесь буду, я думаю, как бы я был в ее акции. В ее фабуле. Мега-файная вещь. Неправда-файно так турбо накрыть перед каким-то выездом. Чтобы приезжать в таком климате, что даже если люди приезжают для фритков, для лодов, для смаженных, свежих рыб с Баутыку, то, если мы хотим чего-то больше, то можно сделать это. Только нужно немножко послушать. Настойте на климат. Можно приезжать в ином часе. Я приезжаю здесь сегодня. Но в голове я имею в виду акции, которая была в книжке, поэтому я сейчас несколько лет на сегодняшний момент, если идет о настой. А если идет о милитария, то мы путешествуем через 100 лет истории. Сейчас я с этого места буду... Я с этого места буду завидел, потому что немного увидел, а я, скажем так, не начинал шлаку. Мы достаточно на начинку. Пойду покажу, о чем дело с шлаком. Будет очень интересная история. Потому что так, это очень много. Убер-секабельно, что-то в новой филозофии проводения шлаков. И может, что-то покажет, что-то покажет. Потому что эти бункры немного немного мне выссяли. Если идти о теплоте тела. Потому что я должен был убрать. Но я не убрал. А было зимно. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Kilka słów o szlaku. Będziemy się poruszali po szlaku umocnień, fortyfikacji helskich. Jest to bardzo ciekawy szlak, o czym za chwilę. Tylko tak, wprowadzę w taki temat, że wiedza jest gigantyczna, liczba obiektów tutaj do zobaczenia jest gigantyczna, historia w związku z tym tych obiektów też jest gigantyczna. Ambitnie podchodząc do tematu, ja chciałem się nauczyć i o wszystkim troszkę powiedzieć, do wszystkiego się przygotować, ale to po prostu jest niemożliwością przy takiej ilości rzeczy. Więc my będziemy sobie chodzili po kolei, po punktach ze szlaku i na miejscu będziemy sobie razem patrzyli, czytali, co to konkretnie jest. Bo ja po prostu takiej ilości wiedzy bym w trzy godziny nie wbił. A żeby nie było, pomysł urodził się przedczoraj, w czwartek z kolei, w czwartek, żeby sobie tu wyskoczyć. Ja będę się poruszał za pomocą Nadmorski Park Krajobrazowy, moja ulubiona komfort map, mapa laminowana. I teraz tak, ja tutaj w domu wezmę, skorzystam i z map CZ wkleję ten szlak, którym będziemy się poruszali i parę słów wprowadzenia a propos niego. To jest bardzo ciekawy szlak, zaprojektowany tak, jak w Polsce się szlaki rzadko kiedy projektuje. Ja się z takim czymś pierwszy raz spotkałem, mianowicie szlak w kształcie rybich ości. Na czym on polega? Jak mamy zwykłe szlaki turystyczne, piesze, prowadzą one zazwyczaj meandrując od jednego punktu do drugiego punktu, zahaczając po drodze praktycznie tam wszystkie atrakcje i je łącząc. Minusem takiego szlaku jest to, że chcąc przejść na koniec, trzeba po prostu meandrować, tak jak on nam każe i przejść go całego. Przy szlakach prostych nie ma możliwości zejścia. Tutaj szlak rybich ości, jak zobaczycie właśnie tą strukturą, którą tu mam nadzieję się wspomogę, polega na tym, że mamy centralną oś szlaku, od której odbijają do poszczególnych atrakcji, jak rybie ości, właśnie takie odbicia tych szlaków. Jest to fajne pod kątem tego, że mamy większą możliwość za dostosowanie sobie dystansu pod nasze możliwości. Szlak tutaj umocni helski jest szlakiem częściowo praktycznie zamkniętym. Oznacza to, że on idzie tutaj taką ładną, zaczyna się w mieście hel, zaczyna się na helu, zaczyna się w mieście hel i w mieście hel się kończy. Po drodze właśnie mamy odbijające do kolejnych atrakcji kawałki. Jeżeli uznamy, że jest za daleko, możemy po prostu jedną z ości zejść na szlak powrotny i wrócić. Możemy ominąć też część atrakcji, które nam ewentualnie tam nie robią, czy się nie leżą. Więc następnym punktem, do którego będę się chciał udać, idę po punktach po kolei, będzie właśnie ta z okresu międzywojennego, mam nadzieję, nie jestem pewny, tutaj mnie jeszcze nie było, bateria, działo ze stanowiska ogniowego baterii Henryka Laskowskiego. Więc to chcę zobaczyć. Tak jak wspomniałem, ona też najprawdopodobniej jest zagospodarowana turystycznie. No jako, że mamy koniec świata, to nie jest powiedziane, czy to działa. Ale jeszcze raz właśnie, a propos krytyki do tego, że każdy tutaj po 3, 4, 5 zł dziobie dla siebie, no to jest to zrobione po prostu z rąk prywatnych pasjonatów. Tu będę cały czas to powtarzał, właśnie żeby dobrze tego rodzaju opiekę nad obiektami zrozumieć. Tak samo na samym końcu, myślę, że coś będzie dużego, a propos Muzeum Obrony Wybrzeża, to to też będzie coś dużego. O, i znalazł wasze, to jest tamto działo. O, idziemy zobaczyć, jak to wygląda. O, idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Muzeum Obrony Wybrzeża, Субтитры создавал DimaTorzok 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 И то, что мы сейчас говорим, что находится на цыплю, поэтому в связи с этим не должно быть возможности загубления себя, как только такая возможность существует, потому что тяжело здесь о ориентации. То есть место на самом деле специфичное в скале целого края, так как район обеспечивает государство политически, так вот здесь вот так географично тоже есть интереснее, а так вспоминам, что в линей простой от дома не находится сейчас так далеко, по цене 2 часа. О, и мы видим, как я сейчас покинула, что это немного лучше. Ну вот, ну так, вот здесь мы можем сказать на шибко те жебры, что, посмотрите, есть одна из небежского шляха, от которой вот здесь вот идут, здесь, 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 здесь и возможности украшения выхода. И так как говорили, что люди закончили, то люди закончили, потому что они сошли здесь, а я подсиснули. Я здесь. В скале ценности. Включаю фильтр на анализе логичном. Треба подсиснуть дальше. А, еще чтобы не было. Таким схематичным шляхом. И это ничего не изменяет. Я здесь в соседании ценности. Грунт, чтобы не заниматься. И иметь выгодные буты. Это тоже из Нейнадского. Это из пана самохозяйка. Не из-за споткания над морем. Которое мне так парует в голове, что чувствую этот файный климатик. Цинимем. И меня немного нудит. Идем просто. А как мне себя нудит, то я тоже погодил с тем, что этот материал будет длиннее 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 длиннее. В последней эпохе политической. И что дорослый может в такой лекции найти. Как выглядит коммуникация. Там богатерка приезжает с Торуния до Пуцка поцелем. Как минимум, как-то как выглядит коммуникация в данном часе. Как и автомобильная. Как и автобусная. ПКС. С описаны цены, в чем люди носили закупы. Шотек с Бедронкой еще не было. Илленная пачка файи. Это можно это узнать в таких книжках. И это важно как-найбарзее исторические. И нас тоже учили на истории, чтобы не оливать простых повеств, таких как «Крыминалы» или что-то подобное ПРЛ. Потому что они были изманипулированы, только там узнаем, сколько в Варшаве на праде хлеб или пачка файек. И еще одна мапа. Которая мапа с местом, где я был, где я садился. Вот так, чтобы не пользоваться вулгаризмом и не приклинать, то так я здесь, что дальше не сильно изменяет образ ситуации и поступки. По разу я себя в первый раз, это очень глупо звучит, что не у меня Моники. Не потому, что я ее не люблю, только потому что мы очень любим, но она в этом моменте, что взяла здесь первого лучшего дрога и меня не им затухла. При такой организованной вычезке. Повем так, что по последних двух двух больших дистансах, перестал в целом лечить километры и даже не специально планировал, что планировал, что этот дистанс вынесет. По-просто есть шлак до прейсия, то уже так до прейсия, но и только в тематах. Так, в Сзвадская гура, там несколько пятер выше на мапе была, но там есть следующее место. Зрегнували тоже из едения чего-то, потому что, помимо, что година до 14 часов, если я сейчас сейчас сделаю прерву, то уже в целом буду очень сильно до пыли. А также источнение есть такое, что мы проверяем до 16-17 часов. Не знаю, как они дальше ездят. Но это не проверяем, потому что, кажется, что время будет в брюд, а это в целом не сказано. Ну что, чисне, чисне, далее. Что изменилось, чтобы показать, то крае образ немножко, поэтому посмотрите здесь целый час, а то по этой гребе, чем есть та Мерзея. Здесь есть раз. Два. Два. Далее, специфичные виды этих карловатых. Здесь нужно было бы осознавать. И, конечно, по шляку, на померзе Леховской, есть целая масса скромных, окопов. О, я думаю, что они должны быть так, а Пиах уже немного померзлил. И также видно, что это проводило. Если бы вы хотели бы выехать из шляку в этом моменте, то это не будет возможно, потому что мы мало ли ряда, что-то из-за карловатых деревьев. И не есть опции, чтобы там себя на пресенье передать. То есть специфичный видок. И так, как я по всей Польше ездил, по различным вещам, которые были для меня оригинальны, потому что я из дикой Мерзея в полноте, так недалеко от дома, в этом маленьком мезо-регионе, в этом месте. Мега оригинальны такие видоки, они такие неземские, я бы сказал, что марсиа, но это было бы вздетно, потому что марсиа не были, но два раза марсиа никогда не был и не был, но где-то архитипово, я думаю, что это выглядит так там. А тем временем, посмотрим, как дальше идем. И вот такие специфичные видки. Я тут гадалом о книжках, а тут мне снова что-то знал, что-то. Ксюшка меня знала. На шляху книжки еще не знал, не знал. Не знал. Не знал. Не знал. Не знал. Не знал. И сейчас так, теоретически мое книжковое лове бы споводовало, что я должен собрать, о чем то есть, и взять ее в руки. Но с другой стороны, так как мы были на петле опалењске, и Моника похвалила меня за помысл закладки до мапы складывающейся из папиру туалетового, то помните, что до чего служит в лесе папир. То есть я этого не затыкаю, потому что я только могу помыслить, почему кто-то постановил с тем лектором расставить. Я думаю, что была это потреба высшего ряда, или иначе, согласно с пирамидом потреб маслова, кто-то, мое книжку, исполнил свои высшие потребы, аж тут негде зашла потреба нижшего ряда, но очень основная, не до уникния, а до заспокоения. Такая моя моя, такая кратка теория, как я на эту книжку поопатрирую. Комифируем. Пришнем. Пришнем дальше. Есть опция, что может быть не выросли на последнюю атрацию, то есть Звездание этой baterии Стрельдвиг-Хронштейн Музеум Огроны Выбрежа Потому что это уже по 14 Они могут быть открыты до 16 А я еще не буду, но я даже в полу И я не буду, что я сама решу Которая, это плика информационная Доброе, скажем так, Кропка была, не? Ты было долго, кропка была, я тут И сейчас так, мы выбором Отбить на батаре противлотниче А я идем до латарни на шведской гуре И я себе застанавливаю, что я бы не было Идем туда и быть может Поза шлаком, до этой шведской гуры Приятнее посмотрю, как это оптически выглядит Więc я надеюсь, что не прикомбиную Сходясь за шлаком И не отбить мне себя о цкавке Моя решение, чтобы увидеть, где это уже есть Микроклимат в этой межеи Не пул-виспу И он специфичный Президелем, отшедуем от главного шлака В керунку, в керунку, в керунку, этой плаже Президелем, не знаю, за 200 метров Зробило себя вилготно, зробило себя хладно И я подожреваю, что это доброе место, в котором я забрался Президелем за скарпу, которая нас хранит През открытым Баутыком, потому что сейчас идем от стороны Внутри, там есть полное море До той поры шедуем так, что ближе мне было До ослониного моря, от стороны Затоки Гданской То есть, как вспомнил, нахель, цапка, рякавички и оцеплене Завсше, о каждой поре раку Заходи можливо, что ничего не будет слышать, как выйдет за эту выдмой Бо будет вяло Якоголик, если будут файны, ксенжесовые видоки марсиањские То так или сиак все влажно Найвежею сделать из этого пребитку Дай какую-то музыку В шестном стиле А тем часом легче идем до гуры И я думаю, что за этим заломом Там будет очень гваловна климата Не знаю, что есть за гуркой Поэтому влажаю себя на живо Чтобы в шестном стиле не выросла И не покреться с сценой, если выйдет, что Есть ничего не замечательного и файно было бы сделать веще Латарни шведов, далее, брак На хорезонте, то значит, что Мапа есть скали надзеи На хорезонте есть видочный радар, но это не есть то А мы находим позиставости по батареях противлотнических Как видите, генеральный стан захования есть такой, что У нас есть шведомость турыстично-historyчная и снова нужно смотреть под ноги Велкие меслии Это именно за спотканье над морем То есть цитат Мейсце на потенциальный ночлег Мейсце осланитое перед вятрем Это не такой глупий помысл О! И мы постапокалиптичный видок Значит, что-то Мамы латарни на гурах шведов Латарня, конечно, опущенная, не działающая Что видно на заłączенном образе Ну то тоже, курдэ, о курдэ, powiedziałem знову приклеенство Хелплазки не есть в этом месте У нас есть повышения Ну то я посмотрю, что моя дешевая о заходе Чтобы видеть, куда идти Не была более глупая, чем мудра А что тут халасует? Видят шарные кризы? Не ма шарных кризы То добре Жарт непоправный политически Сейчас хочу дошлить до этой латарни В линей простой Натыкам себя на то, самое, что ostatнее То есть карловатые дрзевки Назва глупунка мне не знана Потому что, как говорили, что если идет о рослинность То я не знаю, что я просто не зайду на пляжу И не зайду на пляжу И не зайду на пляжу 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 Ну, при зайти за шлаку Наступным разом Треба себя застанавливать два разы Каковлик Не укрываю, что Видок на этот пример Очень, 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 очень Убер маловничный Только, что идем Сыпким Копным Пиахом Треба Так Да, так. Дотарłem. Места закликнуты. Такие убер-лодные видоки. Файные. Мы на гурах Сведов. Подтвердяем, это гурка. А с тылу мы фаллаутовую постапокалиптическую латарню. Я на ютубе видел, что там люди входят до гуры. Я сам. Но это глупое утверждение. Я имею в виду панический, в ДНА вбудованный лэк высокости. Я знаю, что нет опции, чтобы они не пустили, как я начал спинать. Но, тем более, что как люди должны делать, то они должны быть вдрапливать. И дальше вдрапливать. Не моё климаты, sorry. Тунеле, так. Вережа, не. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Но видно, что это не дело натуры. Стыу какие-то рыбаки такие, 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 такие. И видок на море. А тут включим только для того, чтобы показать, что это очень маловое. Я вспомнил, что в России на нашей дикой полноте выставила весна и сделала зелено. В пару дней. В пару дней сделали репак, но это всё в этом в прошлом году. А мы сегодня 30. Остатние дни мая. И мы на полметку, поэтому такой успех, что дошлился до места, которые еще пару лет назад, несколько часов тому для меня было очень, очень далеко. И сейчас так. Сейчас так. Сейчас так на самом деле очень важный момент. Но не учитывайте фактов. Так. Здесь, помните? Здесь было долго, 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 долго. И сейчас я здесь. Я здесь. А это означает, что зашлился до максимального удаления. Не, это глупо звучало. Удаления шлаку от миста Хэл. Только сейчас так. Здесь, здесь, здесь мы музеум обороны выврежа. У меня, до которого я ищу. Какой, через то, что все произошло, то я знаю, что... Я знаю, что я там не дождусь до замки. Продолжение следует... Продолжение следует... Убер не будет опцией. Может на замкание бы я вырубил. Но, по-ко? Там есть плюсы-пу. Я стараюсь всего ждать плюсов в этой стороне. Уточню очень א? 17,00 км из-бруча заосцендилем. Так. И будет, кто чем верить. Так. То есть два плюсы. Вот так. Какая есть эта тема? Китата есть такая. Какая была? Это может ли вы верхать по петлу? Поехали с поврутом, до Хэл. Потому что в сумме не думаю, почему бы это было быте существовать. Но, что не было, поэтому, у меня не было так. Так как, что не было только дымка-то, 都 было максимумно. Мапа сштабовая, главная. Скоро я здесь, или не копсусь до Юраты и там в поездку. И это опция, которую выбираю, потому что не имеет никакого повода, чтобы я здесь вернулся. Треба идти дальше, до света. Без конкретного, на мапе видочного дистанса. И так сделаю. Так сделаю. Это момент, который мне не имеет, только просто, что это сделано или нет, потому что либо я пойду там и начну себя кофать, либо я пойду на мапе, или я пойду на мапе, или я пойду там. Затем, жёгнёмся с шлаком небеским. Нистэте там дальше шлаку не имею. Беду шедшку, немного на цуле, а немного по мапе. Забачим. Ахой Юрата! Ты там на хорезонте? И немного клопс, потому что дорога закончилась. Друга по-за шлаком закончилась. Там были видосные торы, поэтому я пойду увидеть, что может быть какая-то стежка. Как-то эти торы будут, так как-то там порушали. Вот так на пресенье, на пресенье... Нет, тенды не. Ну, то возможно, я бы沒事 был очень красивый legislатель из-за бъездного поцания. Но с тем, что видит... Ну, это единственная опция, чтобы мне истики. Ну, это просто очень окрытный торы у меня, Я не буду нарекать под кем-то того, что есть как-то ищет, потому как показалось, что флора не сопротивляет Преолайову И я ищу тэнди, ищу тэнди, поэтому ищу жужжу. Ищу жужжу жужжу, это глупый помысл. Очень глупый, каким-то. Слабо идти. В целом счастье дошел до какой-то дороги. И я буду с ней решать, помимо, что не идти просто в моем направлении. Потому что здесь находится Резерват Выдмы Хельские. Такой средио-всесценный, но это потому, что тут есть как-то заказ встепу. И я бы себя чувствовал не комфортно и неотважно, как бы я дальше продолжал марш. В тамном направлении. Та стежка, которая конечно не есть. То есть не комфортно и это очень глупый помысл. Поэтому я там не решу. Тем более, что я не могу, чтобы в разе чего ухать там. То есть в сумме ситуация сам решает. Идем там. Трошки надроби дороги. До шоссы главной дороги, которая идет из Хель-у. В керунку Юраты и Ястарни. Там видя, что есть дорога роверная. То есть может не буду ищу по бочам. Погода супер. Идем. 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 Я стартный адрелин. Денал окна. Будет божественно. До мочного подәзора. Идем. 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 Идем años. Терри для х backedрена. Участение 말고 Hehe! Ястарния 4 Ястарния 4 Как бы я был полтора часа Воложий Но Глощие люди Доброе, не важно Як бы я был больше часа То бы я был помыслом, что не пыхнуто Се еще до ястарни Но я как бы я был от Юраты Как бы я был от Юраты Далее, чем мне все было Таким образом я уже не буду комбинать, потому что я не буду дома, только я буду до этого дома еще ехать. Ну и пык, как сбликнулся, мы на месте. В этом году я уже не буду ждать на поле Супер Убер. Потому что, как оказалось, я уже позицию, когда я выжил, я уже предоставил дистанцию. Но в результате у меня было 30 минут перед приездом и отжазом до следующего поцела, поэтому я не буду делать гитару. Так, еще может быть мотива, то есть что за комплекция. Таню не было, вошло 38,00 за билет, но это не какой-то билет, это билет турыстичный пол-регио. Далее от пятого, от 18 или 19 до понедельника до годины шестой ездим всеми пол-регио поцелами. Ездим элегантно, ну, gratис в рамках этого билета. 38,00 за билет, это раз, два, 5,00 за одно музеум и 10,00 за то horrorовое музеум, так, так, ведь тут уже 15,00, таню не было, сегодня осчендиłem на Радлерку, не было, такая была траса, что склепов не было, потому что за счет шло, ведь этого не было, ну и что, так, это было бы все, если идти о подсумывание, потому что кратко и так не будет, поэтому дякую всем за внимание, если есть новое, то запрашиваем о засубстрибирование каналу, если вам понравился материал, то лапка в гуру, как не, там другие каналы, не треба этой лапки в дуу давать, потому что погреба, и что, и очень поздравим всех, с целых, видов, это в самом деле, в том, что в самом деле в подсумывании, то дякую вскрым за внимание и до встречи на шлаку на следующем раз, или где-то, может, какая-то шлака в лесе, или в уголе, где-то мне еще понесе. На разе, дяки, цысь и цоу, тримајтеся! Продолжение следует...